Таким образом. Что в Вьетнаме происходит? Первое, на две части. Я расскажу, потому что многие спрашивают, а что вы туда ездите, а что там делаете и так далее. Иногда люди думают, что вот приехали, уже сразу там проекты пошли и так далее. Это все не так просто, дорогие друзья. По разным причинам. Вот. И поэтому такой общий обзор, что происходит во Вьетнаме, он всегда полезен. Вы сами будете знать и будете знать, что передавать другим людям. Возможности блокчейн-платформы. Я специально разбил на две части или на две составляющие для пользователя-акционера. Просто акционер-пользователь, который пользуется акциями, инвестировал, стал акционером и пользуется. Возможности ему как пользователю блокчейн-платформы. И для пользователя, партнера с Кавей Капитал, который является тоже акционером, использует свои возможности и права акционера. Вот. Но он, кроме того, еще является и партнером, который работает. У него есть команда или он является членом команды. И что, какие там есть нюансы. Хотя это может касаться и всех. И ответы на вопросы и о нашей тактике. Значит, вопросы в основном касаются... Вопросов не пришло к сегодняшнему дню. Вопросы касаются того, что мне задавали во Вьетнаме. Но их полезно, я так посчитал, что их полезно услышать и всем. Это является как бы второй частью того, что происходит во Вьетнаме. Есть там интересные, в кавычках, нюансы. Но обо всем по очереди или последовательно. Итак. Значит, что во Вьетнаме происходит? Значит, в первую очередь, как бы... Основное это тиражирование информации о возможностях технологий скобей. Что такое тиражирование? Это значит передача этой информации, различные разъяснения. Потому что бывает так, что у нас есть там целый ряд партнеров, крупных инвесторов, которые являются строителями, застройщиками. Они заинтересованы подключиться и финансировать проекты, когда они будут. Но они хотят знать. И каждый раз, когда с ними встречаешься, происходит... Ну, почти каждый раз снова разные вопросы. То есть они, как бы, набирают себе информацию о скобей. Они правильно всегда говорят, что в интернете всего-всего можно услышать и увидеть. И для них большой, как бы, сюрприз, когда в интернете плохо говорят о скобей и плохо говорят о скобей капитале. Поэтому надо тиражировать правдивую информацию, на наш взгляд, и о возможностях скобей, технологии, о ее, как бы, ее сравнивать, приводить примеры, расчеты показывать, которые уже есть. Это очень полезно. И, в принципе, этот процесс продолжается, и он очень важен. И второе. Это исследование возможностей определения исходной информации для выбора пилотного проекта. Я сегодня немножко скреблю душой, если я скажу, что нет пилотного проекта. Есть несколько, как бы, проектов, которые могут квалифицироваться пилотными, но идет их, как бы, расчет и подготовка для того, чтобы передать головной или, скажем, зао-скрунной технологии для их оценки и, как бы, доводки до точки, когда можно будет сесть и, как бы, начать принимать решения. Брать это или не брать. Но к этому надо еще прийти, и там еще надо, как бы, и каши съесть, и соли съесть, и воды испить. Воды испить. Вот. Поэтому это тоже очень важно. Подбор ключевых крупных инвесторов. Об этом я уже несколько сказал. Это, с ними идет работа. Они очень заинтересованы. Они являются небольшими инвесторами пока, но они, значит, имеют достаточно много средств. И, в принципе, поставлен вопрос таким образом, что, если ты хочешь инициировать, или, как бы, готов, не хочешь, а готов инициировать, то, в первую очередь, ты должен быть готов финансировать 30% затрат на транспортную трассу, проекта трассы. Если ты это готов, если ты готов, скажем, гарантировать это, то тогда можно говорить дальше и можно идти и работать. Если этого нет, то ни о чем говорить. Разработка системы финансирования предстоящих проектов с учетом возможностей инструментов блокчейн-платформы SkyWay. Мы только вторую неделю имеем, ну, не маломальское, не маломальское, а достаточно хорошее описание белой бумаги, то, какие возможности и, скажем, перспективы SkyWay. Хорошо, достаточно хорошо составленный материал. Вот, что я здесь хочу сказать, что здесь очень много интересных возможностей, но это все надо настраивать. Сегодня решений готовых нет, есть возможности, есть потенциал, но он проявляется в конкретных проектах, в конкретных разборе конкретных ситуаций. Пояснительная работа с лидерами инвесторами. Вот есть тут фотографии, например, вот видите, тут мы стоим, значит, как раз ваш покорный слуга, встречались с инвесторами. Я крепко держу за руку парня, я прошу прощения, не помню его сейчас имени, у меня записано. Ему 19 лет, он топ-экспертом стал, топ-экспертом. Если кто является в своей новостной структуре и работает, понимает, что это такое. Я у него спросил, что тебя, что тобой двигает, он говорит, я вижу перспективу, я учусь, я хочу учиться дальше. Для меня это возможность, с одной стороны, как бы освоить инновационный вид транспорта, транспорт, там будущее, во-вторых, я вижу здесь очень крепкую финансовую составляющую для меня, для моей будущей семьи, для моей нынешней семьи. Умнее не скажешь, я просто поудивлялся. Я бы сказал, что когда мне было 19 лет, у меня были совсем другие мысли в голове. Он засмеялся, говорит, а какие? Ну, я не видел, какие. Значит, здесь наша помощница, Минг, она в пилотке, тропической пилотке вьетнамских солдат, или она как бы офицером даже, скорее всего. Вот нам подарили с франтишеком в одной, вот она у меня попросила сфотографироваться. Но это инвесторы, тоже один топ-эксперт. В общем, нормальные все ребята там, с которыми можно работать и нужно работать. Это действительно работа с лидерами. Мы встречались в Хайлонге. Халлонге – это провинция недалеко, 200 километров от Ханое. И в самом Ханое, где собирались тоже лидеры. То есть это разъяснительная работа. Выявление возможности создания площадки для инженерно-технического обеспечения, реализации проектов SkyVay. Когда они будут во Вьетнаме, эти возможности не тогда надо бегать, а сейчас уже надо вперед это все дело прорабатывать. Можно сказать, что «а наше ли это дело?» Можно так сказать, а какого рожда вы там это делаете? Но как инвестор, как акционер, я считаю, и мы считаем, не только я, мы считаем это необходимым и важным. А дальше уже, скажем, те, кто будут проект делать, в первую очередь это, скажем, заострованные технологии, будут принимать решения. Подходят варианты или не подходят? Им не нужно будет время тратить. То есть проект может быстрее идти. Мы делаем на упреждение работу. Но нам пытаются мешать им отводы в интернете. И вот об этом я в конце поговорю. То есть по Вьетнаму достаточно интересная работа идет. Я считаю, мы подготовили с нашими партнерами, там будет проводиться в ближайшие месяцы, я не полномочен сейчас объявлять когда, это им, скажем так, это и маркетинговая тайна. Вот, будет проводиться конференция в двух местах, в Ханое и в Хо Ши Мине, в Саи Горне, в бывшем. Наших партнеров больше в Ханое, но и в Саи Горне, или, скажем, извиняюсь, в Ханое, в Хо Ши Мине тоже есть. Поэтому вот такая ситуация там в Вьетнаме. Теперь, что у нас тут, что у нас тут, что у нас тут, у нас пока нет. Все отлично. Так, что следующее, дорогие друзья. Возможность блокчейн-платформы для пользователя-акционера. В белой бумаге я, по-моему, по крайней мере сегодня не нашел на русском языке пока перевода, но то, что вот удалось разобраться, можно, я уверенно здесь сейчас утверждаю, что Skyway Global Token, как он называется, Skyway Global Token, с VGT, вот. На платформе, он организован на платформе Ethereum ERC-20. Это распространенная, как бы, платформа, блокчейн-платформа, на которой можно работать. Вот, он, вернее, взят из основу ее техническое решение. И самое важное, что позволяет использование вот для пользователя-акционера, которого структуры нет, его это не сильно интересует, он как акционер. Средства взаиморасчета в системе партнеров. Ему это важно знать. Не важно, он является партнером, не является. Это в системе партнеров Skyway. Как только транспортная какая-то сопрягающаяся или сопряженная со Skyway, там, трамвайная линия где-то там, или какой-то межгородской транспорт, или это авиационный транспорт, как в нескольких проектах сейчас намечается, в той же, кстати, Москве, значит, в том же Дубае, в той же, та самым, значит, других местах, то это очень важно. Средства взаиморасчета в системе партнеров. И другие возможности, то есть с уровня группы компаний Skyway, на уровень партнеров группы с компанией Skyway, и на уровень внутри Skyway под структуру. То есть все эти системы, элементы системы, и все члены этой системы могут взаиморасчеты производить. Очень хорошая возможность. Можно хранить совместимым, совместимым тут P, ошибка, кошельке. То есть в одном кошельке вся электронная валюта или электронные вот эти токены, его можно там хранить. То, что предложено сейчас, это позволяет делать. Не надо там по разным другим, скажем так, средствам распыляться. Внутренняя валюта Skyway. То есть внутренняя валюта, это можно взаиморасчеты производить. Целый ряд интересных операций взаиморасчетов, обменов и прочих с акциями может происходить. Плюс, значит, это моя, как я это понимаю, пока как она будет, я не знаю. Но вот как ресурс я вижу, что это может быть и средство расчета с акционерами в виде дивидендов. Очень спокойно, она является, скажем так, в хорошем смысле этого слова, закрытой системой. Токенами рассчитались и все. То есть это совсем разные вещи. Если мне, как акционеру, на банковский счет упала некая сумма дивидендов. Там значительно больше мороки, значит, отчитываться перед налоговыми службами и так далее. Внутренняя валюта, совсем другое дело. Но это предполагает, чтобы эта валюта была, значит, средством оплаты всех услуг. Skyway в первую очередь, и во вторую вообще, как, ну, акцептируемое средство взаиморасчетов вне системы Skyway. Если это будет, но вероятность очень высокая, что к этому мы идем. По крайней мере, White Paper дает основания предполагать. Там задумки большие. И вот уже здесь я хочу на минуту остановиться и сказать, что вот как для меня, например, я сегодня понимаю так, что мы начали в 2014 году, тем, кто начали, я чуть позже, значит, в конце 2014, в начале 2015 активнее начал заниматься. Сам проект, который 40 лет зрел, вот он запущен, идет полным ходом сейчас на 13-м, вот-вот-вот переход на 14-й, 15-й этап, то есть завершается. Развивается сертификация строительство экотехнопарка одного, другой, инновационный парк и так далее. То есть развивается проект, но параллельно колоссальный проект, абсолютно инновационный проект. Это новый, его нет, такого нет нигде пока, понимаете? Я начал взвешивать, подумал, что мы, кто мы в этом проекте, то есть мы, в хорошем смысле этого слова, вляпались в два совершенно новых инновационных проектов 21-го века, друзья. Понимаете? Один транспортный проект, а из него или под него, или он положен на платформу блокчейн-технологии Skyway, блокчейн-платформу Skyway. То, что там задумано, это колоссальнейший инструментарий, это отдельный проект, отдельная вещь. То есть у нас перспектива, я во Вьетнаме сказал нашим партнерам, инвесторам, что, дорогие друзья, задали вопрос, а как долго мы еще сможем работать? Я сказал, что вам еще работать 50 лет минимум. Это в тот, учтите, я сказал, это в тот период, когда каждые 4-5 лет профессии надо будет менять людям, потому что много профессий будет уходить. А здесь, пожалуйста, этим можно и нужно будет заниматься. То есть это очень мощнейший новый, как бы, блок, но это не значит, что сейчас надо забросить сертификацию и, скажем, инвестиции туда. Вот, это новый блок, новая база для того, чтобы завершить, я потом в конце еще раз покажу эту схему, где хорошо видно, какие у нас фазы этого, базы вообще проектов Skyway. Вот, и перейти на следующую фазу развития. То есть 15 этапов мы спокойно завершаем и переходим дальше. Средства выплаты всех услуг Skyway. Использовать как актив. Что такое использовать как актив? То есть, имея токены с определенного момента, когда они будут акцептированы и номинированы на бирже, на бирже, на открытой бирже, они становятся активом. То есть их можно закладывать, на ими можно рассчитываться. Вот. И они являются имуществом, активом. То есть, если бы вы составляли, вы являетесь частным лицом, составляете баланс, свой личный баланс, то это на стороне того, что вы имеете и чем можете рассчитывать и что можете закладывать. А пассивы это то, скажем, ваши обязательства. Теперь можно торговать на большинстве биржи. Да, там так задекларировано. Пока, пока этого невозможно. Впереди процесс одного года, когда будет это все вводиться и шаг за шагом открываться. То есть, это очень важный процесс впереди. Таким образом, таким образом, дорогие друзья, блокчейн-платформы для пользователя более-менее таковы. Их еще можно сюда выстроить, но это самые основные, которые на сегодняшний день, я считаю, актуальны и важно, ну, как бы открыть и акцептировать и передать вам эту информацию. Далее. Возможности блокчейн-платформы, но уже для пользователя, партнера с Кавей Кэпитал. Здесь надо понимать, что фактически здесь осуществлен системный подход, полностью ресурсы все задействованы. Информация, грузы, товары, люди, то есть человеческий ресурс или людской ресурс и финансовые ресурсы. То есть, взаиморасчеты, как я уже говорил, там, всяческие активы и прочие дела. Опять-таки, работа с грузами. То есть, все основные ресурсы, которые системно рассмотрятся, они все здесь учтены. Теперь блокчейн-платформа. Что она позволяет? Она, как бы, основана и ее, как бы, ключевым элементом является смарт-контракт. То есть, смарт-контракт, это умный контракт, который является, как бы, договорной, можно так сказать, договорной гарантией между сторонами. Между сторонами. Значит, покупателям, продавцам, заказчикам и исполнителям и так далее, и так далее. Вот. То есть, это смарт-контракт. И между сторонами, правильнее сказать так, любой какой-то сделки. Их может быть две стороны, а может быть N стороны. То есть, 22, 122 и так далее. Все вполне реально и все контролируемо. То есть, не надо каких-то амбарных книг и прочих дел. Смотрим. Организация оплаты, организация оплата транспортных и иных услуг. Есть? Есть. Пропорциональное распределение прибыли. Между владельцами, значит, если это мы говорим о смарт, ну, извиняюсь, о тех вещах, даже о тех же самых акциях. И если мы говорим о security токенах, которые тоже будут связаны или же с акциями, могут быть связаны с основными акциями, которые будут в наших компаниях, не будут, а которые есть в Евразии, Нарелске, естественно, с свободными акциями. Вот. Или же с какими-то новыми, другими акциями, конкретных проектов. То есть, распределение прибыли пропорционально. Сколько имеешь в токенах, столько получаешь. Соответственно. Далее. Система использует различный выгод. Различные выгоды возможны. Первая выгода – это продал, приобрел дешевле по одной цене, а дельта плюс. То есть, реализовал по большей цене. Приобрел, неважно, реализовал или нет, но учете у тебя стоит прием по такой цене, а сейчас на учете стоит плюс дельта. Там, не знаю, 20%, 30%, 40%, 50% или какая-то абсолютная сумма в денежном выражении. Вот. Плюс, следующее, это, как я уже сказал, получение прибыли, плюс возможность участия в различных проектах и получение из уже других проектов выгод. То есть, прибыли, прибыли, доходов, скажем так, правильно. Значит, публичная, открытая для участников торговая площадка, значит, публичная система блокчейн-процедур. Это открытая для участников торговая площадка. В ней могут быть одновременно, ну, например, скажем, есть необходимость что-то купить. Ну, например, для строительства чего-то нужно, соответствующее количество, я не знаю, там, проката какого-то там или полой прямоугольной трубы для наших трасс или еще чего-то. Выставляется заказ и открыто выставляется, все будут заинтересованы участвовать в этих, скажем, на этой площадке. Потому что это дает возможность сразу же сделать предложение. Система выбирает лучшее и заказывает. Но это говорит о том, что чтобы стать, чтобы войти в эту открытую площадку, участником стать, это достаточно, ну, как бы непростая процедура. Но это дает возможность, понимаете? Дает возможность контролировать, регулировать и управлять на уровне или на базе смарт-контрактов. Далее, потенциал. Я не буду подробнее здесь, это длинно. Тут можно только про это рассказывать очень долго. Чего я даже еще и не знаю, там много, много такого, я просто догадываюсь, что там много всего есть сзади. Потенциал и возможность создания своей биржи, своей скайвей-биржи. Этот потенциал спокойно просматривать, он нигде не задекларирован, ибо это правильно, это нельзя делать, потому что это надо, это не является элементом white paper, который мы имеем. Но то, что здесь заложено, вот этот потенциал, я, как вот, ну, маломальский эксперт, вижу, что это вполне и то, что позволит создать свою биржу. И от того, как она будет настроена, будет зависеть выгоды, которые можно получать отсюда в группе компаний, скорее, это значит нам тоже, дорогие друзья. Это тоже бизнес, который, это доходы, которые будут в компанию приходить, понимаете, к GTI, я имею в виду, в конечном итоге, когда пройдет всю цепочку. Народное финансирование, проектирование и строительство. Очень хорошо на этой базе можно это делать, потому что я уже вам про Вьетнам говорил, создавая схему финансирования, мы как раз будем думать и смотреть, как это можно подключить через блокчейн-платформу SkyWay на основании смарт-контрактов. Через ICO, в зависимости от того, там так и сказано, в зависимости от того, каков объем, стоимостной объем проекта, до 30 миллионов или же от 50 и выше. Вот, там уже тогда появляется необходимость применить или же остаться на базе ICO, то есть это более простая схема, не требующая там лицензирования выпуска определенных бумаг. СТО, то есть Security Token Offering, она потребует несколько более сложных процедур и, скажем, при больших суммах. Автоматическое управление движения и стыковки с сопряженным транспортом. Очень хорошо, потому что сейчас и есть это, но у всех свои разные системы введения такой блокчейн-платформы, она позволит обезопасить эту стыковку, сделать ее надежной. Вот, и все, кто будут заинтересованы, а заинтересованы будут все, потому что, скажем, существо SkyWay транспорта по SkyWay технологии, оно позволяет разрешать проблемы стыковок различных. Потому что это очень непросто, и надземный такой транспорт, как SkyWay, он это позволит сделать. Поэтому, естественно, появится необходимость, она уже есть и в других системах, а если мы это дело предложим, то это будет только принято, скажем, на ура. Возможности делькового взаимодействия и взаиморасчета. Ну, практически это выходит из целого ряда, но это позволяет очень хорошо производить взаиморасчеты. И это тоже очень важно, дорогие друзья. Поэтому для пользователя SkyWay или партнера SkyWay Capital, это важная информация, которую надо понимать, ее надо еще осмыслить, с этим надо разобраться, что за всем за этим стоит. Ибо, сказав, что пользуются партнера SkyWay Capital, я сюда закладываю, что это профессионалы, которые создали или создают команды, которые начнут работать со всем этим делом, друзья. Значит, что я хочу сказать, что сегодня, я не знаю как, но я уверен, я со специалистами, с партнерами некоторыми коллегами, вернее, разговаривал, значит, которые занимаются, ну, скажем, управленческими вопросами, консультированными на международном уровне, они говорят, что то, что вы сейчас делаете, вы еще и внесете или можете внести, и они заинтересованы с нами сотрудничать, новшества, инновации, используя элементы сетевого маркетинга, сетевых элементов, выйти на другой совершенно уровень. Что это значит, если от общих слов перейти к делу? То это значит то, что команды, которые созданы, для них можно будет на каждый проект или на серию проектов, или по направлениям, создавать отдельные маркетинговые и бонусные программы, отдельные, как бы, предложения для того, как работать. То есть продукт, с которым будет работать компа, структура или группа, значит, партнеров, будет другая. Сейчас традиционный сетевой маркетинг, если так уже сказать, он работает, чем больше ты уровней сделал, тем лучше они начинают на тебя работать, но все равно ты со всеми не можешь работать, ты работаешь с неким доступным для управления, скажем, количеством. Так вот, в ближайшем будущем все начнет достаточно интересно меняться и позволит перейти на вот новые элементы работы. Да, народу мало на вебинаре, дорогие друзья. Я, значит, скорее всего, это или лето, или же уже народ устал меня слушать. Все может быть, я это смотрел. Так, сейчас я пройдусь по вопросам с Вьетнамом о тактике, и мы сегодня торжественно завершим вебинар. Светлана Алексеевна с вами в бинаре сказал, что у компании нет сертификата допуск на перевозку пассажиров. Да он сейчас и не нужен, этот сертификат Игорь Касаренко. Зачем он сейчас этот нужен на перевозку пассажиров? Это, значит, вопрос в общем, что, значит, головная компания, она еще не является перевозчиком, понимаете? Перевозчика можно нанять, у кого есть этот сертификат, запросто. Так что это отдельная история. Уехали, Ирина, скорее всего, или едут. Скорее всего, многие едут еще. На Экофесте перевозить. Там не перевозка пассажиров, друзья. Значит, на Экофесте это не является перевозкой, это является, значит, это аттракцион. Экофест рассматривается как аттракцион, а это не является перевозкой с пункта А, пункт Б. Это небольшой участок, там все трассы, они там до 400 метров, там 500 метров максимально, где народ ездит. Даже до конца не проезжает. Так что будьте спокойны и будьте уверены, все в норме. Правильно, Олег, покатают просто. Не просто покатают, а аттракцион. Значит, смотрите, друзья, давайте пройдем сейчас быстро по этому, потому что вьетнамцы ждут потом перевода. Есть такой товарищ, если его можно так назвать, а скорее всего, это просто некий вьетнамец, Туан Суан Туи. Не сказать бы плохо. Значит, Туан называется приемным сыном Анатолия Туан. Он себя зовет так там. Там его так и называют Адактев Саунов Анатолий Юницкий. Но уникальный товарищ, он что только не говорит там в интернете, мутит людям голову, путается. Он сам в арабских объединенных, арабских эмиратах, он задурил голову Анатолию Эдуардовичу, пригласил его туда, хотел использовать корыстных церквей, в общем, не организовав практически ничего этого визита и, скажем так, только убив его время. Но это отдельная история. СВИК, он утверждает в интернете, и поэтому я просто, чтобы вы знали, может быть, каким-то боком и вас это коснется, кто-то как-то переведет. СВИК теперь более крупная компания, чем Скайвей Группа, потому что у Скайвей Группы есть только один бизнес, транспортный бизнес, как он говорит. А СВИК занимается по 20, до 20 бизнесов, понимаете? А то и 25 там в некоторых местах он говорит. То есть он абсолютно как бы не думает то, что он говорит. Он просто выдает такую информацию. Вьетнамцы говорят, что нам делать? Я говорю, а вы ему задавайте вопросы. Понимаете? Вот эта тактика ваша будет. И это только... Таких товарищей есть и не только там, не только во Вьетнаме. Или он не во Вьетнаме, но он пользуется этой площадкой Вьетнама, да? Вот он сам сидит в Альбинонах-Арабских эмиратах, а мутит воду больше всего в Вьетнаме. Скай Юнит станет как бы публичным, якобы будет проведено IPO 15 октября. И каждый, кто инвестирует сейчас будет сразу богатым. Опять-таки утверждение. Они говорят, что делать? Я говорю, вы задайте ему вопрос. Какая компания, которая дает IPO? Какая компания выводится на IPO? Потому что нет базы под это. Это не так просто на IPO выйти. Должна быть полностью дилиженс проведена. То есть исследование состоятельности экономической, состоятельности компании. Наличие того, что предлагается и так далее, и так далее. Плюс на IPO не принимают. Если я вот посучусь в дверь, приду и скажу, о, примите меня на IPO. Не важно там с чем, с какими акциями какой-то компании. Мне скажут, а ты кто такой? У тебя есть лицензия для того, чтобы выводить себя? Не важно, себя ты или другого, кого ты выводишь. Нету. Но тогда спасибо, выходи отсюда. Это должна быть специально имеющая сертификат или там лицензию, квалифицированная компания, которая занимается соответствующим делом, и она только может туда вывезти. И тем более сегодня утверждать, что 15 октября, то есть вывод вообще на IPO, даже если бы все остальные вещи были соблюдены, он возможен только через полгода, как минимум. Полгода занимает, как минимум. И каждый, кто инвестирует, сейчас будет богат. Ну вот так вот. Поэтому вопросы надо задавать. Денисскому не нужны наши инвестиции, утверждает он. Потому что у него, вот Ван Суангтуя, много известных миллионеров в ОАЭ. И он организует их инвестиции в проект SkyBee. Понимаете? И все. Все очень просто. Но здесь спрашивают, ну это так или не так? Игрованную спросите. Он хотя бы одну инвестицию организовал. Они говорят, нет, нигде не было слышно. Иначе бы тут трубили во все трубы. Я говорю, ну вот, говорит можно что угодно. Как в том анекдоте. Знаете, два пенсионера пришли, значит, один зашел, а другой, значит, ну не буду вам повторять этот такой анекдот. Два деда. Говорить можно все, что угодно. Сейчас самое главное инвестировать в SkyBee Unit, а не в технологии. Потому что мы с этим можем, поможем Юницкому максимально. Как помочь? Утверждать можно. Здесь его главный. Он сейчас работает со СВИГом. Хотя какое-то время назад, определенное время назад, он всех называл мошенниками. СВИ, капитал, только он являлся одним, значит, таким вот деятелем. Но где-то на уровне паранойи что-то просматривалось, не знаю. Я с ним не общался, к счастью. Но вот такой есть. Значит, только он имеет право делать проекты во Вьетнаме. Откуда, как, что он имеет. Ну, задается вопрос, покажи твое, значит, право. Ты сам его взял или тебе его действительно дали? Быть такого просто не может, потому что Анатолий Эдуардович, он не выдает никому право. Только он имеет право продавать акции. Вообще продавать. Акции не продаются нигде. Ну, или предлагать, ладно. А люди с Кавей Капитал являются мошенниками, а также вся компания с Кавей Капитал мошенники. Ну, вот утверждение. Задается вопрос, а ты кто такой? И вот надо ему задать вопрос. Что ты говоришь, что ты делаешь? Совпадает ли то, что ты говорил с тем, что ты делаешь или нет? Или что Капитал не делает не так? Просто так можно сказать, ты мошенник или ты бандит. Почему? Объясни, пожалуйста. Сейчас он утверждает, что он также договорился до того, что он является членом руководства проекта Space Bay. То есть, понимаете, да? Абсолютно интересные утверждения. Опять-таки, за этот вопрос, хотя бы такой вопрос может задать. А ты был на второй конференции, посвященной, значит, АТС? Текст не был нигде там, ни в одной фотографии нигде нет. Хотя от СВИГа там был народ. А его не было там. Вот. И о нем никто не упоминал. И вообще руководства как такового нет. Недавно этот товарищ говорил, что СВИГ, ну, я это уже сказал, точно так же, как Скавей Капитал, а теперь он большой друг со СВИГом. То есть, ну, можно догадаться, что это за товарищ. И поэтому такое вот, ну, как бы, конечный резюме. Дорогие друзья, неважно, этот вьетнамец это Троонг Суан Туй, или это кто-то другой, там, Иван Иванович Иванов, или Марья Петровна какая-то там. Если кто-то где-то утверждает, задайте вопрос. Не надо бороться, не надо там говорить, что ты дурак, там, ты или ты мошенник, или еще что-то. Задайте вопрос. И ответ покажет, что это такое, или кто это такое. Вот. Поэтому всегда надо быть настойчивым и, как бы, в правильном направлении, как бы, держать тактику и защищать то, чем мы занимаемся, дорогие друзья. А иначе в мире все меняется. Этому вьетнамцу надо к доктору... Никто не посоветует ему прямо. Вьетнамцы уже сейчас говорят, да, действительно, похоже на то, что надо ему к доктору идти. Но вот, бывает. В прошлом, как бы, было ограничено количество проактов. Владимир, правда ли, что SkyVay с Epoz, это не SkyVay, а это инициатива РТА, которая включает ряд компаний, разрабатывающих подвесной транспорт. Сюда, помимо SkyVay, вот израильские и британские компании, щекол. Ничего не могу вам сказать. Ничего не могу. По этому поводу... Это не SkyVay, а... Скорее всего, это так. Sky очень много имеют этих самых. Я что-то слышал, но я досконально не разбирался. Там сейчас разработчиков много повылазит, не волнуйтесь. Так что... Ну да, это не только тролль, Геннадий. Значит, есть разработки, наступает достаточно такой сложный период, когда начнут выскакивать такие, значит, как после дождичка грибы. Это естественный процесс, как железнодорожный транспорт, он в свое время был. Так что тут ничего страшного нет. Маркетинговые правила или правила рынка говорят о том, что могут появиться и другие, те, кто выпекают пирожки. Первым будет тот, у кого лучше пекарни и у кого лучше персонал. Вот и все. Строить хватит всем, не волнуйтесь. Так, да, было ограниченное количество проката, наверное, и в этом году будет. Я, по крайней мере, сохранил какой-то ряд, какое-то количество билетов. Если будут билеты действовать, было так сказано, потому что раз, что можно будет их воспользоваться, посмотрим. Хорошо, что напомнили, я возьму их с собой. Вот. Так, вот. Он настраивает. Да, он настраивает, к сожалению, людей. Многие не понимают, и поэтому надо разъяснять. Не спорить, а задавать вопросы. И тогда люди сразу очень четко понимают. Ага, задали вопрос, я как-то ты не подумал об этом и так далее. Вот мы так беседовали с вьетнамцами, остались. Они очень довольны, когда мы два с половиной часа с Франтишиком, значит, в прошлую субботу с ними десятого, извиняюсь, пятницу, мы с ними, ну, как бы проработали, пробеседовали. С лидерами, правда, их было там около тридцати человек. Так, вопросов пока больше будет, Андрей. Будет прямая трансляция, обязательно организована будет. Записи будут, запись будет, мероприятие, которое у нас там будет. Оправдали, что обязанность компании презентовать технологии, а шейхи уже выбирают свой подходящий для дальнейшей реализации. Косаренко оправдали, что обязанность компании презентовать, а шейхи уже выбирают самый подходящий для дальнейшей реализации. Ну, а как они выбирают? Им надо понимать, что они выбирают. Они скажут, я вот это хочу, но это же надо еще обосновать. Мало ли, что мне нравится этот вагон больше. Соответственно, мы должны отвечать за то, чтобы этот именно или вот это решение выполняло задачи. Шейх поставит задачу как заказчик, а уже наша компания, главное, решит эту задачу. Скажет, вот так, 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 отсюда, туда и так далее. Он как обычный заказчик. Что нет никаких контрактов на инвестиции. Нет, 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 все есть, так как все компании, подящие в инициативу СИПОЦ, находятся в рамках условий. Ну, не знаю, что за СИПОЦ. СКАЙПОЦ, нет, там не все так. Не все так. Давайте не будем здесь придумывать. Когда это будет объяснено, тогда с этим разберемся. Так, значит, и, наконец, дорогие друзья, я напомню, что, видите, я еще раз выделил блокчейн-платформу. Это то, что соединяет сейчас выход с 13-14-15 этапа, то есть с этапа сертификации СКАЙВЕЙ. Она подготовлена, переходит на площадку. И эта блокчейн-платформа, она усиливает этот проект и является основой для дальнейшего разработки новых технологических проектов СКАЙВЕЙ в период с 20 по 35. Ну, например, как вариант. И, естественно, послужит и созданию ОТС. Но это все в будущем. Сейчас мы находимся здесь и сейчас мы находимся в периоде освоения и входа в блокчейн-платформу СКАЙВЕЙ. То, что она себя представляет, я вам сказал, я считаю, что это важно. С этого можно и нужно начинать. А дальше будет шаг за шагом вместе с блокчейн-платформой развиваться и двигаться дальше. Так что я желаю вам всем настойчивости, желаю вам всем последовательности и доброго здоровья. Вот здоровье, это как мне давно был день рождения, и многие мне желали здоровья, действительно. А есть уже более мудрые, более взрослые коллеги, с которыми я давно уже как бы и работал, и работаю. В зависимости от того, в каком состоянии я находился, там одному под 90 лет. Вот он мне поздравляет, говорит, представляешь, Владимир Маркович, я лежачий стал. И для меня это такой удар. А его энцефалитный клещ укусил 7 лет назад. И вот он боролся, 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 все выбивает, говорит, все больше, ну вот, сильно меня подшибло. Но говорит, здоровья, желаю тебе здоровья. И это самое главное. Поэтому я вам тоже желаю здоровья. Берегите себя, берегите близких. Это очень важно. На этом мир держится. И только имея как бы сильную базу, мы можем что-то дать проекту, с которым мы идем вперед. Я вас поздравляю, что вы в проекте. Всего вам доброго. Строй сковей, спасай планету. И что там у меня еще спросит, обаааа Суходовна в своем последнем вебинаре тоже оглашал. Ну оглашал, пускай там оглашать можно, но разобраться надо еще, друзья. Поэтому я не беру сейчас здесь спекулировать. Разберемся тогда, поговорим на эту тему. Все. Спасибо, дорогие друзья. До скорых встреч. Следите за рекламой, как говорят. И всего доброго еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok